Привет! Ник Маршалл – мужчина в самом расцвете сил. Он хорошо зарабатывает и купается во внимании женщин. Но если бы он знал, что на самом деле думают о нем девушки, он бы явно не обрадовался. Ник не особо рефлексирует и ведет себя как настоящий мужлан, однако ему выпадает возможность посмотреть на себя со стороны. Ник получает способность, которая сначала воспринимается им как проклятие. В один день он просыпается и понимает, что может читать абсолютно все мысли женщин. Ник Маршалл родился и вырос в Лас-Вегасе, где его мать работала в шоу Кабаре. Мальчик проводил все свое время за кулисами, где был окружен женским восхищением и любовью. Поскольку родного отца не было рядом, в роли мужских фигур были посетители Кабаре, которые не очень уважительно относились к девушкам. Ник вырос, но его жизнь по сути не изменилась. Каждую ночь он проводит с новой красоткой, а днем работает в рекламном агентстве, где продвигает товары, используя образы девушек в нижнем белье. Он приходит на работу позже остальных и коллеги считают его большим неисправимым ребенком, хотя и очень обаятельным. Такого же мнения и бывшая жена, от которой у Ника есть дочь-подросток. Ник просыпается после бурной ночи, последствия которой ликвидируют горничная. Мужчина позволяет себе нагло шлепнуть ее, а по пути на работу он флиртует с каждой девушкой, которая ему приглянулась. В кафе он в который раз донимает бариста Лолу, чтобы та пошла с ним на свидание. Когда мужчина приходит на работу, он также купается во внимании, поскольку все ожидают, что его сделают новым креативным директором агентства. Но вскоре начальник сообщает, что мир изменился и теперь реклама должна быть больше ориентирована на представительниц слабого пола. А специализация Ника совершенно не подходит для такого плана, так что вместо него он пригласил занять должность Дарси Магуайр. Расстроенный Ник уходит, чтобы посетить свадьбу своей бывшей жены. Она отправляется в медовый месяц и мужчине придется две недели присматривать за дочерью Александрой. К ней он тоже не очень внимателен. Теперь дочь будет жить у отца, а значит любовные похождения придется отложить. Они договариваются, что девушка приедет к отцу вечером и Ник возвращается на работу. Туда приезжает Дарси, которая знакомится со всеми и рассказывает об огромной прибыли компаний, которые стали рекламировать товары для женщин. Ник завидует, занявший его место начальнице и относится к собранию несерьезно. Дарси заканчивает тем, что дарит сотрудникам по коробке с женскими принадлежностями, чтобы они лучше понимали, что им теперь предстоит продвигать. Ник закатывает глаза от такой глупости, но оказавшись дома, все-таки решает опробовать на себе женские штучки. Когда мужчина уже надел колготки и примеряет бюстгальтер, домой возвращается Алекс с ухажером. Неловкий момент заканчивается скандалом. У дочери накопилась обида на отца, который не участвовал в ее жизни, а лишь бегал за юбками. Ник расстроен и на секунду искренне задумывается, чего хотят женщины. Но вдруг мужчина неожиданно поскальзывается и падает в ванну с включенным феном в руках. Он почти успевает выпрыгнуть из воды, но все равно получает удар током и падает лицом в пол. На следующее утро его находит горничная, которая удивлена разбросанными вокруг предметами и, как обычно, ворчит на Ника. Мужчина отвечает на ее уколы, но женщина очень удивлена, поскольку не произносила ни слова. Ник отправляется на работу и начинает подозревать неладное, когда слышит все больше странных реплик от девушек в свой адрес. Со всех сторон его атакуют громкие мысли женщин, которые не подозревают, что Ник теперь может читать их как открытую книгу. Мужчина пугается своего дара и среди прочих голосов слышит необычные мысли коллеги по имени Эрин, которую никогда не замечал. О господи, он меня едва не убил, хотя жаль, что промахнулся. За улыбками коллег, которые он расценивал как знаки симпатии, он теперь слышит обвинения в мужланстве и недалеком уме. Ник паникует и пытается найти телефон гадалки, чтобы избавить себя от этого проклятия. Он рассказывает другу, что может читать мысли женщин, но тот не верит ему. Они идут на встречу с Дарси, где начальница просит озвучить идеи после экспериментов с коробкой женских вещей. Ник ничего не придумал и начинает воровать мысли коллег, озвучивая их раньше них самих. Этот эксперимент не срабатывает, поскольку мысли оказываются слишком откровенными и женщины сами боятся признаться в них публично. Вернувшись домой вечером, Ник застает дочь с ухажером на диване и снова ссорится с ней. Мысли Александры тоже добавляют ударов по самолюбию отца. Она обижается и уходит, а Ник пытается в точности воссоздать события прошлой ночи, чтобы избавиться от дара, приносящего ему страдания. Он выходит на балкон под проливной дождь и включает фен, получая очередной удар током. Утром ему кажется, что план сработал, но вскоре его суперспособность возвращается. Ник бежит на прием к женщине-психоаналитику, с которой делится своим положением. Он доказывает, что может читать ее мысли и говорит, что мечтает избавиться от этого недуга. Почти все женщины считают меня засранцем. Вначале я тоже так подумала. Дук, хоть вы меня пожалеете. Но женщина недоумевает, почему Ник не использует такую уникальную возможность во благо. Мужчина соглашается и пускает в дело свой новый арсенал соблазнения. Лола окончательно поддается его чарам, а Дарси начинают уважать Ника как ценного работника, поскольку его идеи поразительным образом совпадают с ее планами развития компании. Заходит босс, и мужчина радует его только что украденными у Дарси идеями, которые она не успела озвучить. После Ник принимает звонок от дочери и притворяется, что у них прекрасные отношения, чтобы произвести еще больше впечатления на Дарси. Женщина подружески советует позаботиться о красивом платье на грядущей выпускной Аликс. Ник уходит, понимая, что его план работает, как швейцарские часы. Отлично. Она здесь долго не протянет. Тем же вечером отец радует дочь щедрым предложением по совету Дарси, а после отправляется на свидание с Лолой. Девушка просит его подняться к ней домой, где Ник обнаруживает, что чтение мыслей незаменимо, чтобы доставлять девушкам удовольствие. Лола в восторге и заявляет, что ее еще никто так не понимал без слов. Ник продолжает посещать различные места, где женщины проводят много времени, изучая их мысли и поведение. Он также продолжает воровать идеи Дарси и приносить их боссу раньше ее. Все коллеги также поменяли отношения к Нику, который перестал отпускать сальные шуточки и раздает ценные советы об отношениях с мужчинами. Дарси постепенно начинает влюбляться в него. Я с ним заигрываю, что со мной? Ник проводит все больше времени с Дарси и уже не совсем понятно, что он пытается сделать. Подсидеть ее ради должности или просто лишний раз пообщаться. Наступает день похода в магазин с Александрой, где им удается выбрать подходящий наряд для выпускного. Конечно, отец попутно залезает в мысли к дочери и обнаруживает там огромное желание стать взрослой и еще сильнее сблизиться с парнем. Ник, который и сам всю жизнь относился к женщинам как к объектам, пытается предостеречь ее от необдуманных поступков. Но Алекс уже слишком независима для таких разговоров. К тому же одним походом в магазин Ник не заслужил уважения, которое растерял за 16 лет. Она также считает, что у отца никогда не было настоящей любви и уходит, не закончив обед. Расстроенный Ник едет домой, где вместо привычного футбола пускает скупую слезу под шоу для женщин. Неожиданно ему звонит Дарси, которая чувствует себя одиноко, и Ник зовет ее в ресторан. Мужчина, как обычно, заканчивает фраза собеседницы за нее, и Дарси шутливо спрашивает, умеет ли он читать мысли. Она признается, что бывший муж не выдержал ее излишнюю честность, и вообще мало кто ценит такое качество. Они были коллегами и очень скоро стали конкурировать друг с другом. Тогда Дарси пришлось выбирать между семьей и карьерой. Ник отвечает, что очень ценит любовь женщины к работе, и многому у нее научился, хотя и врет, что не хотел получать ее должность. В итоге они сближаются в поцелуи, и на прощание Ник говорит, что ему никогда не было так хорошо. Он слышит мысли Дарси о том, что она хочет продолжить вечер, но решает не садиться с ней в такси. Возвращаясь домой, он пытается разобраться в своих чувствах и желаниях, как вдруг замечает Лолу, которая уже пару часов дежурит у подъезда. Она очень расстроена, что Ник пропал после проведенной вместе ночи, и находит этому единственное объяснение. Чтобы не заставлять девушку горевать, Ник соглашается с ее выводами и убедительно отыгрывает свою роль. Уходя, Лола берет с мужчины обещание, что если его предпочтения вдруг поменяются, то он сразу ей об этом сообщит. На работе Ник пытается загладить свою вину перед Дарси и предлагает ей провести важную презентацию для заказчиков без него. Не подозревая о воровстве идей, женщина называет проект детищем Ника и отказывается присвоить себе успех. В то же время Эрин все еще охвачена темными мыслями, и это начинает сильнее беспокоить Ника. Однако у него нет времени на это, поскольку приходит время презентации. Там Ник проявляет себя блестяще и заключает для компании огромный контракт. Влюбленная Дарси радуется успеху мужчины, как своему собственному. Ника мучает невыносимая вина, и он садится за ноутбук, чтобы написать чистосердечное признание. Его прерывает Дарси с бутылкой шампанского в руках. Она хочет показать Нику свою квартиру, за которую на днях выплатила ипотеку. На месте они придаются поцелуем и романтичным танцам, но не более. К тому же в квартире еще идет ремонт и нет никакой мебели. На утро Ник спешит на работу, зная, что босс предложит ему повышение и уволит Дарси. Но оказывается, что женщина опередила его и уже подписала бумаги на увольнение. Ник убеждает начальника, что все идеи принадлежали девушке, и если он хочет, чтобы компания не обанкротилась, босс обязан вернуть ее. Далее мужчина хочет все высказать лично Дарси, но вдруг слышит, что Эрин, разносящая бумаги, впервые не пришла на работу. Он понимает, что она может совершить непоправимое и отправляется искать ее. На улице ливень. Ник не может найти адрес, поэтому обращается к пожилой женщине, которая направляет его в нужную сторону с улыбкой на лице. Ник заходит в узкий переулок, где на него обрушивается поток искр от удара молнии в трансформатор. Обнаружив, что он не ранен, мужчина находит дом девушки, но в ее квартире пусто. В спальне он находит предсмертную записку, но, к счастью, испуганная Эрин уже стоит в проходе с теннисной ракеткой в руках, чтобы обороняться от грабителей. В разговоре с ней Ник вдруг понимает, что больше не может читать мысли. Он немного шокирован, но все равно вздыхает с облегчением. Но мужчина здесь не для этого и спрашивает Эрин о ее судьбе и планах, которые она не успела совершить. Девушка очень растрогана вниманием и Ник вспоминает, что она как-то пробовалась на должность автора текстов. Он проводит собеседование прямо у нее дома и повышает в должности, а после спешит к Дарси. Но женщина не открывает дверь и игнорирует звонки, продолжая лежать в ванной. Ник опечален и отправляется в бар выпивать в одиночестве. Тут ему звонит бывшая жена, которая обеспокоена тем, как проходит выпускной у Александры. Ник в суматохе совсем забыл о нем и спешит это исправить. Прибыв на место, он обнаруживает, что Александра совсем расклеилась. Она плачет в туалете, поскольку была не готова сближаться с парнем после танцев, и он тут же бросил ее ради бывшей девушки. Ник отвечает, что очень гордится дочерью, которая смогла за себя постоять и не поддаться давлению. Я знаю, каково это быть женщиной. Благодаря поддержке отца, Александра успокаивается и чувствует уверенность в себе. Они возвращаются домой, и дочь засыпает, а Ник продолжает думать о Дарси. Хотя уже за полночь он едет к ней домой, и Дарси пускает Ника внутрь. Она с грустью сообщает, что собирается продавать квартиру, которая теперь ей не по карману. Ник рассказывает, что это не обязательно, ведь он убедил босса не увольнять ее. С тяжелым сердцем он признается в том, что воровал ее идеи. Однако, чем больше он копал яму для Дарси, тем сильнее влюблялся в нее. Когда он видел, с каким достоинством женщина приняла увольнение и решила, что Ник заслуживает должности больше нее, он не мог промолчать и остаться под лицом. Так что даже сейчас этим признанием он спасает не ее, а свою собственную душу. Он раскаивается, но Дарси отвечает, что раз уж она восстановлена в должности, то ее первым решением будет уволить Ника. Теперь его черед принять удар и смиренно уйти, поскольку он этого полностью заслуживает. Ник уверен, что Дарси никогда его не простит, и между ними все кончено. Я тебя уволила, и поэтому ты хочешь уйти? Однако ее чувства никуда не делись, а рабочие отношения это совсем другое. Дарси тоже оценила жест раскаяния, но просто не знала, как реагировать на такую искренность. С радостью Ник возвращается, чтобы слиться с возлюбленной в поцелуи. Название фильма, как всегда, ищи в описании к ролику. А пока пиши в комментариях, а как бы ты воспользовался способностью читать мысли противоположного пола. И не забудь подписаться на канал и поставить лайк, чтобы классные сюжеты выходили как можно чаще. Субтитры создавал DimaTorzok